Всем привет, друзья! На днях мы получили еще одно письмо из Family Casa. Это отдел, который в Германии занимается начислением детских пособий. В письме две анкеты, которые нужно заполнить, чтобы подтвердить родственную связь с ребенком и доказать, что вы имеете право на получение этих пособий. Также нужно приложить копию вида на жительство, копию регистрационного удостоверения на родителя и ребенка, ксерокопию свидетельства о рождении ребенка и справку о том, что ребенок посещает школу. В этом видео вы узнаете, до скольки лет начисляются детские пособия, как часто производятся выплаты, размер детского пособия, дополнительные пособия, связанные с образованием и работа ребенка во время каникул, теряются ли детские выплаты в этом случае. А теперь давайте по очереди разберем все эти вопросы. Итак, до скольки лет начисляются детские пособия? В Германии родителям детей до 18 лет, а в некоторых случаях и на совершеннолетних платят детские пособия, детские деньги. Выплаты получают немцы и иностранцы независимо от гражданства. Главное выполнить условия получения денежных средств. Например, молодой человек учится и работает. Может получиться, что детские деньги не заплатят, если окажется, что он работает больше положенной 20-ти часовой недели. Сколько зарабатывают родители, в данном случае, роли не играет. Детям-инвалидам, не способным ухаживать за собой самостоятельно, платят до 25 лет включительно. Если по достижении возраста 26 лет инвалид находится на попечении родителей, детские деньги платятся дальше. Как часто производятся выплаты? Выплата детских в Германии производится на расчетный счет раз в месяц. Конкретную дату смотрите на сайте Family Casa. День перевода зависит от последней цифры в номере, присваиваемом каждому получателю. Если детей в семье несколько, то сумма переводится вместе. Самый интересный вопрос – размер детских пособий. На первого и второго ребенка платят 219 евро в месяц. За третьего пособия немного больше – 225. На четвертого и последующих детей сумма составляет 250 евро. Дополнительное пособие, связанное с образованием. Получатели дотации на детей или дотации на жилье, а также пособия по безработице, имеют право на получение различных выплат на покрытие фактических расходов детей, связанных с образованием и участием во внешкольных мероприятиях. К числу таких выплат относятся следующие. Экскурсии, походы с классом на один или несколько дней. Школьные принадлежности – 156 евро в год. Транспортные расходы на поездку в школу. Поддержка обучения. Расходы на обеды в школе. А также участие в социальной и культурной жизни общества, например, музыкальная школа или спортивные секции – 15 евро в месяц. Заявление на выплату данных дотаций можно подать в орган местного самоуправления, например, городских администраций. Получатели пособия по безработице могут подать заявление в местном джоб-центре. Кроме этого, получатели пособия по безработице и дотации на жилье освобождаются от уплаты сбора за место в детском саду. Работа ребенка во время каникул. Теряются ли детские выплаты в этом случае? Итак, доход от так называемой работы во время каникул не учитывается при следующих обстоятельствах. Ученик или ученица моложе 25 лет. Ученик посещает общеобразовательную или профессионально-образовательную школу и не получает зарплаты во время обучения. Работа осуществляется во время школьных каникул, то есть между двумя учебными периодами. И доход не превышает 2400 евро бруто за календарный год. Друзья, я надеюсь, эта информация была вам полезна. Если да, то поставьте, пожалуйста, лайк, поделитесь ею со своими друзьями и обязательно напишите комментарий, насколько вам это было полезно. Спасибо всем за внимание. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем удачи, хорошего настроения и пока-пока!